11-летняя Майя и 9-летняя Соня – велогонщики с небольшим стажем, но большими амбициями. В этом спорте именно так и нужно. К своей победе они шли вопреки всем прогнозам. Трасса Саранска рассчитана на юниоров. Ангарские спортсменки участвовали в младшей категории и не подвели. Мне понравилось в Саранске. Первый раз еду. Трасса хорошая, мне очень понравилось. Я сначала боялась в первый день. Соперники были очень сильные. Третий заезд все решал. Первый день мне вообще было очень страшно. Я вышла на первый заезд и мне просто вообще, я чуть не вырубилась. Ну, второй день я уже была более настроена, потому что все-таки не хотела без призов приезжать в Ангарск. Вот, ну и выложилась во второй день на полную. Протяженность трассы 330 метров. Сами велогонщики называют ее динамичной и техничной. Расстояния между трамплинами очень маленькие. Времени раскрутить педали и набрать скорость практически нет. Вместе с ангарчанами сложнейший трек покоряли спортсмены Белоруссии, Мордовии, Пензы, Омска, Санкт-Петербурга и Москвы. Каждая трасса, она по своей сложности все сложнее. Это был первый трамплин и второй вираж, где все было сложнее для детей. Около 200 велогонщиков собрались самые сильные. Сейчас в клубе «Ритм» зимний период. Но в это время велогонщики, как правило, не отдыхают. Полным ходом идет общая физическая подготовка. Спортсмены признаются – сильно не расслабишься. И уже в феврале наступающего года ангарские велосипедисты снова поедут в Саранск на очередной турнир Кубка России. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова